Вы смотрите программу «Губерния» и вот главные темы выпуска. 20 ножевых ранений, кома и смерть. В январе в Кинишме погибла 23-летняя Есения. Еще несколько часов девушка истекала кровью. Теперь жители Кинишмы разбираются с деньгами, собранными в помощь девушке. Тоже так же перечислила деньги. И с 17-го числа уже начинается выясняться, что это просто... Ну, нас всех обманывают. Ни отчетов, ничего не будет. Трагедия переросла в скандал. Представляем наш специальный репортаж. Специальный прибор вычисляет должников на дорогах. В радиусе 30-40 метров он считывает номера автомобилей. Затем номерные знаки сверяют с базой данных судебных приставов. На наших глазах у мужчины забрали авто. Долг в 400 тысяч. На месте он погасить не смог. В областном центре открыли логистический центр Ивановского маркетплейса. Мы как правительство помогаем, естественно, предприятиям. Автоматизированная система позволяет отгружать до 20 тысяч единиц продукции в час. Масштабные поиски долга по имени Рогдай завершились успехом. Собаку нашли вечером во вторник. Его искали со 2 февраля. Жители комбольных улиц жалуются, в феврале им не принесли пенсии. У нас мальчик рассчитался, который нам пенсию носил. Сейчас никого нет, и нам никто не носит. Мы узнали, в чем проблема, и как работники почты ее решают. Воскресенье 12 февраля в парке Харенка пройдет Лыжня России. На соревнованиях ожидают тысячи участников. Расскажем, как зарегистрироваться, где припарковаться, переодеться и согреться. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Развивать интернет-торговлю поможет новый логистический центр. Его открыли в среду в Иванове. Площадка принадлежит местному маркетплейсу Натали. Она объединяет более 200 региональных производителей текстильной продукции. Благодаря новому складу интернет-продажи выйдут на новый уровень. Новинку посетили представители региональной власти. Подробности далее. Вот так маркетплейс выглядит изнутри. Огромный пятиярусный склад похож на живой организм. Все этажи пронизывает конвейерная лента. На Ивановской интернет-площадке Натали торгуют около 250 продавцов. Их товар поступает сюда. Здесь формируют посылки и отправляют покупателям. В сутки логистический центр отгружает порядка 30 тысяч единиц продукции. Кажется, в таком потоке легко что-нибудь потерять. Но работники успокаивают. Все под контролем. Вероятность этого очень маленькая. Если вещь теряется, она находится в течение дня. Программа показывает все ошибки, где откуда что убиралось, где куда сортировалось. И с помощью ее отсматривать все операции. Несмотря на размеры склада, внутри немноголюдно. Весь процесс автоматизирован. Инвестиции сделаны колоссальные. Более полутора миллиардов рублей. Оборудование привозили и монтировали в прошлом году. Руководитель компании признается. Из-за ситуации в мире не все было гладко. Это все европейские технологии. К сожалению, они ушли сейчас с нашего рынка. Мы многое дописывали сами, доделывали сами. И если вы на четвертом уровне посмотрите, то там уже немножко другой конвейер. Это уже наши ребята российские сделали по аналогии. Мы целый последний год дорабатываем, доделываем. И до сих пор детские болезни еще устраняем. На прошлой неделе губернатор провел совещание с ивановскими текстильщиками. Глава региона отметил, что отрасль достойно преодолела и ковидный 20-й год, и санкционное давление Запада. Во многом благодаря развитию интернет-торговли. Хотел поблагодарить и похвалить, наверное, за то, что так гибко перестроили работу. Об этом говорит еще один факт. Мы опять среди лидеров в стране по продажам онлайн. Мы в этом смысле, в этой онлайн-экономике России, мы третий регион в стране после Москвы и Московской области. Продажи наших предприятий онлайн на онлайн-площадках ведущих уже перевалили за 50 миллиардов рублей. Ивановский маркетплейс Натали занимается как оптовой, так и розничной продажей. Охват вся Россия, но возможностей куда больше. Сейчас компания расширяет торговлю со странами СНГ. Мы как правительство помогаем, естественно, предприятию. В частности, это юридическое лицо у нас является резидентом особой экономической зоны, где очень серьезные налоговые преференции даются. В частности, по налогу на прибыль всего 2% уплачивает предприятие налог на прибыль. И, естественно, это дает предприятию возможность развиваться дальше и строить планы на будущее, на расширение. Вот таких ячеек здесь более 100 тысяч. При этом верхний ярус склада пока еще не задействован. Он пустой. Предприятие способно отгружать до 20 тысяч единиц товаров в час. Вывести логистический центр на проектную мощность руководство собирается до конца лета. Сергей Веселов, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Погасите задолженность на месте. В противном случае ваш автомобиль арестуют. Именно такой выбор в среду вставал перед должниками по кредитам, алиментам и штрафам. Найти их удавалось в большом дорожном потоке с помощью специального прибора. Как проходят рейды дорожных приставов, расскажет Алина Марычева. Это парадно-программный комплекс «Дорожные приставы». В радиусе 30-40 метров он считывает номера автомобилей. Затем номерные знаки сверяют с базой данных судебных приставов. И если окажется так, что машина зарегистрирована за должником, то сотрудник ГИБДД незамедлительно ее останавливает. Немного дальше выставлен пост ГИБДД. Совместно с инспекторами работают судебные приставы. С прибором автомобили тормозят целенаправленно. Раньше же машины приходилось останавливать наугад. В основном на дорогах попадаются должники с задолженностью по алиментам, с кредитной задолженности, по административным штрафам, налоги и иные задолженности в пользу физических лиц. Суммы задолженности разные – от 500 рублей до миллиона. У неплательщика есть выбор. Например, погасить долг на месте. Но часто нужной суммы при себе не оказывается или ее нет в принципе. Как и в этом случае. У мужчины долг по кредиту – 400 тысяч. Выплачивать его он отказался. Поэтому на машину накладывают арест. Ее заберут на стоянку у специализированную организацию. Далее мы разъясняем всем должникам о том, что у них есть 10-дневный срок для того, чтобы решить вопрос оплаты задолженности в полном объеме. Если же этого не происходит, то судебный пристав привлекает специалиста-оценщика для последующей реализации транспортного средства. За прошедшую неделю в ходе рейда приставы наложили арест на 10 автомобилей. Еще 11 неплательщиков погасили долги на месте на общую сумму более 300 тысяч рублей. Алина Марчева, Денис Железов, телекомпания «Барс». Масштабные поиски мраморного дога Рогдая завершились. Во вторник вечером его нашли в лесу около областной больницы. Он был настолько измотан, что до машины его несли на руках. Сейчас Рогдай дома, окружен лаской и заботой. Подробности у Яны Ведерниковой. Это действительно история со счастливым финалом. Общими усилиями объединившихся волонтеров дог по имени Рогдай найден. Испугавшуюся и сбежавшую 2 февраля любимца семьи искали и днем, и ночью. Это настоящее чудо выдыхают волонтеры и добавляют легче иголку в стоге сена найти. Добровольцы старались проверять каждый сигнал. Вечером во вторник волонтеры также вышли на поиски. Несколько групп прочесывали разные районы города. Одна из команд взяла на отработку участок леса у областной больницы. В этом же лесу, но с другого края у деревни Андреева. И убежал Рогдай, вырвавшись, испугавшись лыжника. Начали искать следы и все. Встретили двух, кто гулял с собаками. Это был черный собак и белый. Я не знаю, честно, по породам. В лесу также никто ничего не видел. Но когда пошли они вдоль, получается, где Леруа у нас, в лес в глубина, черный собак одна залаяла, смотря в лес. И когда посвятили, решили посмотреть, вроде да, силуэты собаки. Фонарь включили, там действительно наш Рогдай сидел родной. Передвигалась собака с огромным трудом. Ступал Рогдай еле-еле, но все равно шел, пытаясь вернуться в город. Со 2 февраля Рогдай сделал огромный круг. Его видели около 7-й городской больницы, на текстильщиков. Волонтеров не испугался и не бросился на утек. Подпустил. Спасибо тому, кто у нас, наша группа, которая была на этом месте. Человек разделся, одели собаку и на руках его отогревая несли. Мужчина, чья собака среагировала на Рогдай, увидев, что док теперь в надежных руках пошел дальше гулять со своим питомцем. Добровольцы же посадили Рогдай в машину и направились в ветеринарную клинику. Уже хозяева забрали, сразу списали, пока собачка была в клинике, потом ее забрали домой, потому что показания были нормальные. И сразу хозяин выдвинулся, он приехал, забрал. Хозяева Дога Антон и Анна постоянно были на связи с волонтерами. Мужчина в среду собирался приехать в Иваново и продолжить поиски. Все затраты на клинику владельцы возместили. Парню и девушке, у которых Антон забрал Рогдай, вручил вознаграждение. Ребята пожелали остаться неизвестными. Мы поговорили с Антоном по видеосвязи. Он рассказывает, док чувствует себя лучше, но обезвоженный и потерял около 20 килограммов. Восстанавливается в тепле, в уюте, окруженный заботой и любовью. По рекомендациям, соответственно, дается каждые три часа еда. Дается в очень маленьких объемах, потому что надо потихонечку наращивать, чтобы не случилось возможный завороток, либо вздутие. Ну, полномерно, в общем, возвращаем его к жизни. Так много спим. В принципе, он проспал всю дорогу. Единственное, он у нас встал только в тот момент, когда, собственно, увидел маму. Встал, начал пытаться хвостом. Ну, естественно, достаточно еще тяжело, да. Дети увидели Рогдая утром, обнимали, целовали своего любимца и жалели, увидев его состояние. Антон и Анна задумались о приобретении для дога отслеживающего устройством, которое бы отсылало на смартфоны геолокацию. Это для перестраховки. Хочется сказать тем жителям города Иваново, ближайшим пригородам, девушкам с города Ярославля, которые участвовали в поисках, которые были постоянно 24 часа на связи, девчатам, которые на электричке приезжали в ночь в соседнюю деревню, чтобы дежурить вокруг этого леса. Большое спасибо. Ну, собственно, будьте в наших краях, заезжайте в гости. Яна Ведерникова, Сергей Тютин, телекомпания БАРС. Такие истории заставляют поверить в чудо. А вот в Кинишме на улице Социалистической обнаружили рысь. Очевидцы набрали 112. Приехали спасатели ГОИЧС и работники районной ветстанции. Поймать дикое животное было непросто. Оказалось, рысь сильно истощена, у нее кусанные раны передней и задней лап. Ее лечат специалисты Кинишемской районной станции по борьбе с болезнями животных. Проводится антибиотикотерапия. Сейчас состояние у зверя удовлетворительное, аппетит хороший. Как животное оказалось в городе, никто не знает. Ну, а сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Сразу после нее не пропустите. 20 ножевых ранений кома и смерть в январе в Кинишме погибла 23-летняя Есения. Еще несколько часов девушка истекала кровью. Теперь жители Кинишмы разбираются с деньгами, собранными в помощь девушке. Тоже так же перечислила деньги. И с 17-го числа уже начинается выясняться, что это просто, ну, нас всех обманывают. Ни отчетов, ничего не будет. Трагедия переросла в скандал. Представляем наш специальный репортаж. Жители комбольных улиц жалуются, в феврале им не принесли пенсии. У нас мальчик рассчитался, который нам пенсию носил. Сейчас никого нет, и нам никто тут не носит. Мы узнали, в чем проблема, и как работники почты ее решают. Воскресенье 12 февраля в парке Харенка пройдет Лыжня России. На соревнованиях ожидают тысячи участников. Расскажем, как зарегистрироваться, где припарковаться, переодеться и согреться. Жители комбольных улиц обратились в нашу редакцию с просьбой о помощи. Рассказывают, что в этот район перестали носить квитанции и письма. А в феврале, говорят, и пенсии не принесли. Старикам пришлось добираться до почтового отделения самостоятельно. Но не всем это под силу. Подробнее в нашем репортаже. Несколько комбольных улиц. Новаторские и другие. Целый участок в этом районе остался без почтальона. Еще в прошлом году. Декабрь, январь, февраль. Почтальонов нет. За квитанциями, которые нам приходят на почту, ходим жители сами. Кто возьмет, он и соседей возьмет. Кто вот в декабре ходили вообще. У меня дочка брала на все три улицы квитанция за свет, за газ. А вот в феврале столкнулись с другой проблемой, рассказывают жители. На трех комбольных живут старики, которым пенсию носят на дом. Более десяти человек. Все, у нас мальчик рассчитался, который нам пенсию носил. Сейчас никого нет, и нам никто не носит. Нас на первую комбольную пенсию приносят 4 числа. И вот уже 6 числа мы ходили сами на почту, получали пенсию. Хорошо, что у меня мама 94 года, она сейчас с кровати не встает. Хорошо, но у меня есть доверенность. А у других-то не у всех есть такая возможность. Еще одну 90-летнюю женщину сыну пришлось везти в почтовое отделение на такси, чтобы она могла получить деньги. Мы поинтересовались в управлении почтовой связи, как так могло получиться и каким образом планируют решить проблему. Мы приносим нашим клиентам искренние извинения за сложившуюся ситуацию. В настоящий момент в отделении 153.0.13 открыта вакансия почтальона, которая обслыживала 14 улиц. Это стало причиной задержки в доставке пенсии буквально по нескольким адресам. В настоящий момент пенсии и квитанции доставляют сотрудники почтового отделения. Также им помогают сотрудники почтампа. В управлении Федеральной почтовой связи напоминают, что если вдруг кому-то не принесли пенсию в срок, то нужно позвонить на горячую линию по номеру 317-00. В Кинишме расследуется уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Он нанес 20 ножевых ранений своей молодой супруге. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию. Девушка не смогла восстановиться после полученных травм и скончалась через несколько дней. Но история на этом не закончилась. Моя коллега Наталья Сергеева работала в Кинишме. И мы поговорим сейчас, какое продолжение у этого ужасающего случая. Наташа, здравствуй. Я знаю, что ты встречалась с кинишемцами, которые участвовали в сборе средств для погибшей Есении. Таня, привет. Да, дело в том, что местные жители и волонтеры начали там свое расследование, вот только уже не по факту гибели Есении. Что же все-таки еще случилось? Сейчас они подозревают знакомую погибшей девушки в мошеннических действиях. Говорят, что она, собрав средства для помощи Есении, часть присвоила себе. Я поговорила с обеими сторонами конфликта, их высказывания будут далее в репортаже, но начну все-таки с истории гибели Есении. Ей было всего 23 года, за которое она пережила немало. Прошлым летом Есения вышла замуж за мужчину старше себя на 13 лет. Через полгода она погибла. Все произошло в этом общежитии на улице Бабарыкина, на втором этаже. Вот здесь, в этой комнате, комнате номер 30, и проживала Есения с мужем. И здесь же, в ночь на 14 января, ей жестоко нанесли 20 ножевых ранений. Еще несколько часов девушка истекала кровью. 14 января муж Есении был задержан. Позднее следователям он рассказывал, как наносил множественные удары в живот, грудь и другие части тела девушки. Вот я ее обнял и с другой стороны вот так вот наносил. Наносил удары? Так дальше, что она... что с ней случилось? Упала. Как упала? Ну там. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Есению в тот день госпитализировали в реанимацию Кенишемской ЦРБ. О том, что она туда попала, узнала коллега по работе. Мария Солдатова рассказывает, с Есенией они близкими подругами не были. Обе медсестры работали вместе, и она знала о непростой судьбе девушки. Как та, росла в деревне Красногория, что ее мама была лишена родительских прав. Отца не стало, когда была еще маленькой. А потом умерла и бабушка, которая Есению воспитывала. Решила сироте в этой тяжелой ситуации помочь. Мне сообщили, что нужны памперсы, нужны пеленки. Это был, мне кажется, второй день, то есть после операции второй день. Да, что потребовались памперсы, пеленки, средства для ухода. Сказали, что нужно принести капельки в нос, потому что у нее там с носом проблемы были, он резанный этот нос был. В тот же вечер, говорит Мария, привезла необходимый минимум в реанимацию. Состояние Есения было тяжелым, и лечение планировалось длительным. Тогда она обратилась за помощью к знакомому, Игорю Самбурову. В Кинишме его знают как популярного блогера Яна Глазова. На своей странице он согласился разместить сообщение о сборе помощи. Пожалуйста, помогите. В беду попала Кузина Есения. 14 января получила более 20 ножевых ранений от своего мужа. Сейчас лежит в реанимации в хирургии Кинишемской ЦРБ. Девочке всего 23 года. Ежедневно требуются памперсы, впитывающие пеленки, средства против пролежней. Ждать помощи ей нет кого. Надежда только на сострадание и желание помочь неравнодушных. Люди откликнулись сразу, понесли все необходимое в больницу. Те, кто не мог приехать, начали переводить средства на карту Марии Солдатовой. В посте был указан ее номер телефона для связи. Деньги стали поступать с вечера 16 января. Контролировать сбор стала, опять же, известной в Кинишме волонтер Юлия Бурдо. В чистоте сбора у Игоря и Юлия возникли сомнения. Вы ей предоставляли? Я ей предоставляла, но не все. Но не все. Это ваше было осознанное решение? Это мое осознанное было решение. На эту же карту, куда потекли средства на благотворительность, Мария получала зарплату. И, по всей видимости, не планировала выкладывать все выписки с детализацией в публичную плоскость. Только те поступления, которые касались сбора на лечение девушки. Я ей предлагала, Маша, давай, ты зачеркнешь. Ну, как бы, вы все равно знаете, да, вот у вас было такое-то поступление от того-то, вы ездили там, прокапали кого-то. Вы вычеркните просто фломастер, напишите. Это мой заработок. У нас очень хорошие люди. Они бы не спрашивать не стали ничего с нее. Сказали, ну ладно, Маша, вот, ну, ладно. Мы тебе верим. Но не было предоставлено. Буквально за три дня, говорят волонтеры, было собрано более 300 тысяч рублей. На страничке Яна Глазова кенишемцы стали требовать отчета за собранные средства. В выражениях не стеснялись, в том числе и хозяин блога. Многие из благотворителей пришли высказаться и на встречу к нашей съемочной группе. Тоже так же перечислила деньги. И с 17 числа уже начинается выясняться, что это просто, ну, нас всех обманывают. Ни отчетов, ничего не будет. То есть вы ждали отчеты, что-то, как вы сами среагировали? Поначалу, поначалу нет, не ждала этих отчетов. Но когда она стала всех обзывать вот диванными блохами, что я читаю себе только перед Богом, никому я ничего не обязана, вот это вот уже насторожило. Сбор средств был закрыт 21 января. В тот же день состояние Есени ухудшилось, и она впала в кому. 22 числа Ян Глазов и Юлия Бурдо взяли с Марии Солдатовой расписку и забрали собранные 300 тысяч к себе на хранение. Ну, вот лично вы на каком основании забирали деньги? На основании того, что сумма такая не нужна для памперсов пеленок. Значит, вы к ним отношения, к этим деньгам тоже не имеете никакого? Ну, естественно, я только как, получается, опубликовал пост на своей странице. Ладно, собрали мы эту сумму, но когда уже дело на самом деле запахло жареным, мы попросили Яна, чтобы он забрал эти деньги себе для дальнейшей, если Есения бы выжила, реабилитации. Еще раз повторяюсь, в плохом исходе, как это получилось, на похороны, на памятник и на все остальное. Есенией не стало 26 января. В этот момент уже делили не деньги, а тело погибшей девушки. И когда я уже поехал в похоронное агентство, по дороге мне звонит представитель похоронного агентства, он говорит, я ничего не понимаю. Здесь кто-то еще захочет забрать тело. Я даже когда звонила 26 числа, я спрашиваю, как Есения? Это было вечер. Мне сразу сказали, вы хранить будете? Я говорю, да. Я даже не поняла вообще ничего. Есения умерла. Может, на тот момент записали и меня. То да. Мария говорит, что общий сбор средств составил 347 тысяч рублей. Из них 300 она отдала волонтерам и 47 оставила у себя. На них, говорит, и похоронили Есению. Волонтеры кенишенцев считали, что сумма была больше, и эти действия посчитали необоснованными. Тем более, что у Есени есть мама. Курточка ее, все, нюхает. Она это по каталогу, вот это что осталось, чтобы не порезал. Он же режет все. И вот это у нее вот, она уже купила. Говорит, мам, мне надо постельное белье, говорит. Я ей купила вот. Ну, не успели постелить. Я говорю, ну, пусть подарком тебе будет как бы. Ну, вот ее кроватка. Она спала. Уже пару лет Нина Васильевна живет в этом же общежитии, что и Есения, двумя этажами выше. Не скрывает, что была лишена родительских прав. Но в последние годы, говорит, с дочерью общалась близко. Неоднократно видела Есению вместе с мамой. Мама ее и провожала с палкой на работу. И встречала ее все время. Идут встречать. И они вместе в магазине. Я их несколько раз видела. Ну, и здесь она жила в последнее время. С тем, что у Нины Васильевны и Есения были хорошие отношения, не соглашается Наталья Котова. Она – мама близких подруг Есения. Ксюше, как в деревне Красногории, все звали погибшую девушку. Нам вообще позвонили в медпункт. Девочка-сирота. Лежит, как говорится, кто будет хранить. Если, как говорится, никто не подключится, будем хоронить, как безродную. Похоронами Есения занимались Котова вместе с Марией Солдатовой. Упокоили в Красногории, рядом с могилой отца. Рассказали, финансовую помощь также оказывали питерские родственники по отцовской линии девушки. Свой сбор организовывали и жители Красногории. Инна Васильевна, мама погибшей Есения, говорит, возмутилась тем, что ее дочь назвали сиротой. Что за похороны взялись чужие люди и похоронили почему-то в деревне, а не в Кинишме. Общественность волнует, что комнату, которой владела Есения, переписали на чужих людей. Мария мне сообщает, что состояние ухудшается. И поскольку она распорядилась, уже шли именно разговоры, как распорядиться имуществом. На следующий буквально день. Чтобы не досталось? Да, чтобы не досталось вот этому вот упырю, который ее порезал. Наталья говорит, что подарить комнату в общежитии ее дочери, Марии Котовой, было последней волей Есении. По словам Натальи, сказала она это в присутствии медиков, нотариуса и Марии Солдатовой. Сейчас осуждение действий Марии Солдатовой и тех, кто встал на ее сторону, продолжается под постом на странице Яны Глазовой уже около 12 тысяч комментариев. Вы не обращались никуда в правоохранительные органы? А здесь нет, здесь нет состава преступления, потому что суммы переводились в принципе небольшие, там тысячи, пятьсот, кто-то там пять тысяч переводил. Вот, и добровольные. Ситуация меня задела так, как сама сирота. Вот, понимаете? Я знаю, что такое, когда отворачиваются люди. Это очень тяжело. Просто решила помочь. Не из корыстных целей, как люди думают. Ну, бог с ними. 300 тысяч, которые собрали кинишемцев в помощь Есении, они же уже решили, куда деть. Хотят приобрести УАЗик. Путем голосования по городу, на моей странице, принято общее решение на эти деньги потратить нашим кинишемским парням, которые сейчас на СОО. Отчеты о поисках авто выкладывают на ту же страничку Глазова. Машину не купили, потратили на обед бензин столько-то. За всеми разбирательствами в стороне осталась тема домашнего насилия. Прежде чем Есению жестоко зарезали, много раз она обращалась с заявлениями в полицию. Один из последних поводов, когда муж спорол брюхо их кошки, пригрозив, что то же самое сделает и с ней. Все эти письма – это отказа полиции в возбуждении уголовных дел. Один из последних пришел, когда Есения уже была в реанимации. Накануне ее смерти. Наталья Сергеева и Сергей Тютин. Телекомпания «Барс». В воскресенье 12 февраля в парке Харенково в Иванове пройдет лыжня России. На соревнованиях ожидают до тысячи участников. В этом году трассу усложнят, а профессионалы смогут попытать силы на более протяженной дистанции. Об этом расскажет Марина Зинина. Посостязаться в лыжных гонках смогут все желающие, вне зависимости от возраста и спортивной подготовки. Для участников проложили три трассы – один, три и пять километров. Торжественное открытие мероприятия состоится в 11.45, а первые старты назначены на 10.30. В этом году впервые для спортсменов проложат тренировочный круг. Можно будет проверить силы перед стартом. Профессионалы смогут проехать дистанцию в 5 километров дважды, увеличив путь до 10 километров. Если раньше мы провокладывали трассу только на равненной части парка, так ее назовем, то в этом году будет еще отдельный участок с подъемами и спусками, где спортсмены по-настоящему смогут испытать себя. Будут обеспечены электронными чипами. Таким образом мы обеспечим и проверим в точность за секунды их финишное время и время прохождения отдельных элементов дистанции. Старт и финиш будут, как обычно, на этом пятачке. Немного изменят расположение шатров. Здесь можно будет попить чай и согреться. Для зрителей организуют музыкальную программу. Спортсмены-участники смогут переодеться на входе школы 41. Там будет обеспечено питание, в том числе чай, и будет работать кафе, зона туалетов. Зона туалетов будет также находиться в зоне парка около школы 41, где будет также обеспечена скорая медицинская помощь. Зарегистрироваться на соревнования можно онлайн через портал ОргГео до 10 февраля. И на месте. О своем участии уже заявили представители спортшколы. Екатерина Селиванова занимается лыжным спортом 4 года. Говорит, в прошлый раз была в десятке лучших на дистанции 3 километра. В этом году побежит 5. Ну, сначала нужно стартовать резко, а потом уже там как пойдет. Тренируемся 3 раза в неделю где-то. Готовимся, ну, катаемся много, вот. И каждый год участвуем. Чтобы лыжники могли без проблем добраться до парка, увеличат количество рейсов второго троллейбуса. Припарковаться можно будет на площадке на улице воинов-интернационалистов, а также у предприятия ТДЛ. Парковка 41-й школы будет закрыта. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Теперь о погоде. Сейчас расскажем, что обещают синоптики на ближайшие сутки. Помощь в продаже любой недвижимости. Сопровождение сделки, оформление документов, срочный выкуп. Профессионально, быстро, честно. Звоните 26 18 34. В четверг в нашем регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха днем 3-5 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное и составит 763 миллиметра ртутного столба. Улажность воздуха 91%. По прогнозам синоптиков, ближайшие пару дней обойдется без резких температурных изменений. Временами возможны небольшие осадки. Фестиваль талантов с Сергеем Крыловым в Рио. С 5 по 19 февраля. Приглашаются все талантливые дети до 16 лет на открытую сцену. Всех участников ждут ценные призы и подарки. Пой, танцуй, рисуй, твори вместе с Рио. Сразу после новостей смотрите городскую хронику. Интересные истории, видео, фото. Направляйте на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Телеграм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс. Звоните по телефону горячей линии 58-77-77. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова